Я в Бийске и я поздравляю вас с Новым Годом! Всем привет! Меня зовут Женя Павловна и я ваш проводник по Бийску. А вот этого замечательного мальчугана зовут Декабрик и в честь него в галерее Алтай Талант Бийск назвали целый проект. Я в Бийске и я приглашаю вас с пользой провести эти новогодние каникулы. Сейчас здесь работает сразу три различных выставки, а каждый из них я хочу рассказать вам поподробнее вместе с Декабриком, конечно. Ну а начнем мы, пожалуй, с самого новогоднего проекта. Как вы поняли, он называется именем куклы Декабрик, автор этой игрушки Анастасия Южакова. А почему выставка называется проектом? Потому что она объединяет в себе сразу несколько художественных форм. Конечно, это авторская кукла, кроме этого фото-выставка «Лебединая верность Алтаю» и выставка детских рисунков, что сейчас вы видите у меня за спиной. Каждый посетитель Декабрика сможет проголосовать за понравившийся детский рисунок, ну а в конце он подведет итоги и выберет наверняка подарок победителя. Декабрик, что ты им подаришь? Расскажешь? Молчит? Сюрпризом будет. Встречают гостей вязаные игрушки Анастасии Соболевой и особенно вот символ Нового года Дед Морозик. Анастасия начала заниматься игрушками в декретном отпуске, а все остальное я хочу у нее спросить у самой. Настя, здравствуйте. Здравствуйте. Это какая-то особая техника? Вообще эта техника называется амигуруми вязаная игрушка, хотя амигуруми с японского это маленькая вязаная игрушка, но сейчас уже все модифицируется, усовершенствуется и получается большая вязаная игрушка. Настя, скажите, а где вы берете темы для своих работ? Я смотрю, у вас есть и фантазийные, и настоящие животные. Идеи в основном подсказывает интернет. Это уже чьи-то готовые работы и мы тактично их копируем. А есть ли что-то самостоятельно придуманное? Вообще сколько занимаетесь? Как долго? Занимаюсь этим немножечко побольше года. Ровно тогда, когда я родила своего ребенка, была первая попытка создания игрушки и впоследствии подглядела немножечко идею вот красного мишки, который вас встречал, немножечко его переделала. И вот это моя личная авторская игрушка. Настя, игрушки, я понимаю, что каждая из них индивидуальная, но может быть есть какая-то, которая нравится больше всего, может быть, над которой вы очень долго работали и которую вот просто даже жалко было отдавать в галерею на выставку. Любимая игрушка – это вот такой длинноухий зайчик. У меня их было два – девочка и мальчик. Ну, мальчика благополучно моя дочь взяла себе в игрушки, а девочка осталась с нами. Знаете, когда вы работаете над игрушкой, о чем вы думаете? Продумываете какую-то судьбу, кто будет хозяином ее? Или просто поставили так на полочку и пускай она там сама живет своей жизнью? Конечно, я представляю, какой будет дом у этой игрушки, как будут звать эту игрушку, кто будет ей играть. Конечно, я вкладываю частичку своей души, но я знаю, что если определенная игрушка не найдет свой дом, то у нее уже есть маленькая хозяйка. Настя, я желаю вам в новом году творческих успехов. Надеюсь, что вы будете нас еще больше радовать своими игрушками. Ну, а еще хочу вам идею подкинуть. Что вы все из интернета да из интернета берете? Давайте попробуем с натуры. Свяжете проводника по городу, Жень? Легко. Давайте, Федор, через три месяца встретимся и проверим. Договоримся. А я пойду посмотрю, кто еще здесь есть. Бийские котики. Модная елка. Веселое чаепитие. Злые соседи. Недовольные зрители бийского телевидения. Идея создать подобную экспозицию появилась у руководителя галереи примерно год назад. Ее предложил один из мастеров-кукольников. Если честно, Ирина призналась мне, что в успех мероприятия не верила. Но когда кинула клич в соцсети и своим знакомым мастерам, то отбоя от желающих не было. Сегодня в проекте участвует больше 70 мастеров. Они принесли сюда больше 500 различных игрушек. Организаторы надеются, что декабрик станет постоянным гостем Бийска. И каждый год перед Новым годом он будет приглашать сюда, в галерею, все больше и больше своих друзей. В соседнем помещении работает фото-выставка Екатерины Исуповой, которая называется «Моя малая родина». В это понятие она вкладывает очень интересную вещь. Какую я спрошу у нее чуть позже. А для начала я вам расскажу о самом авторе. Екатерина занимается фотографией не так долго, 10-го года. Но она постоянно учится, в том числе даже в Нью-Йоркском институте фотографии. Здесь запечатлены моменты из жизни. Постановочных кадров практически нет. Единицы. Значит, с каждой фотографией связана какая-то история. Правильно? Правильно. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, вот какая фотография самая любимая здесь или самая интересная? Вы знаете, Женя, любимых фотографий трудно назвать, потому что они все связаны с каким-то процессом твоим душевным, связаны с каким-то этапом твоим жизненным. Сегодня ты любишь одни, завтра ты любишь другие. Какие-то тебе сегодня показались хламом, а через несколько лет ты смотришь на них и вдруг понимаешь, что они вау. Поэтому рассказать о любимой фотографии невозможно, но вот рассказать о том, что дает фотография человеку. Я могу на примере одной из этих фотографий, за моей спиной висит снегопад с силуэтом дерева. Называется это картина посвящения. Эта работа была подготовлена для выставки Алтайской Лиги Фотографов. Мы делали целый проект времена года. И к той выставке мы подбирали стихотворение к нашим фотографиям. И мне попалось очень интересное стихотворение, которое так и называлось. Есть посвящение, там были строки моим друзьям, я посвящаю этот снегопад. Выставка открылась. И через несколько дней мне позвонила одна из посетительниц выставки, пожилая женщина. И рассказала о том, что она стояла около нее и плакала. Вот и у меня даже отзыв есть. Потом я попросила, она об этом написала. То есть она говорит, я вначале подошла к картине и просто начала плакать. Что же у нее такие эмоции вызвало? А потом, когда еще и стихотворение прочитала, оказалось, что вот ее эмоции совпали именно с тем, что было написано в этом стихотворении. Такое ощущение, что очень долго все выверялось и строилась композиция. Те, кто не посвящен профессию фотографа, считают, что хороший, качественный кадр можно снять на лету. На самом деле не так. Для того, чтобы получить хорошую фотографию, неважно, постановочная она или не постановочная, даже особенно пейзажная фотография, требует большого труда и упорства. Ты ползаешь на коленях, ты ходишь вокруг, ты делаешь тысячу кадров, а потом из них выбираешь один, который, кажется, так легко мимолетно снят. Вот в этом секрет хорошей фотографии в труде, в мастерстве, в обучении, в знаниях, за которые мы боремся каждый день. Выставка будет работать здесь, напоминаю, все новогодние каникулы, и мы вместе с автором-фотографом вас приглашаем на нее. Приходите, пожалуйста, смотрите, наслаждайтесь. И в нашу слякотную погоду приходите за новогодним настроением, потому что на моих фотографиях как раз есть настоящая красивая сибирская зима. Ровно сто лет назад в России произошло событие, изменившее ход всей мировой истории – Великая Октябрьская революция. Сегодня в Бийске работает выставка плакатов, где глазами художников и дизайнеров показано это событие. Выставка носит название 1917-2017. Каждый плакат – это целая история. Иногда ее прочитать просто, она лежит буквально на поверхности, а чтобы изучить некоторое, нужно знать историю и всех личностей, причастных к делу Великой Октябрьской революции. Во всем этом многообразии уже успела разобраться организатор галереи «Алта» и «Талант Бийск» Ирина Моисеева. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте, Евгения. Помогите мне изучить все это искусство. В первую очередь, мне очень понравилась ваша формулировка, что здесь мы видим именно искусство плаката. Это очень важно. Тема очень редкая. Это очень сложно, потому что, с одной стороны, оценивать хотелось бы находиться вне идеологии, вне политики. Очень сложно. Но я прям акцентирую на этом внимание особое, чтобы все-таки подходили в первую очередь, мы говорим о искусстве. В чем заключается суть этой выставки и как к ней была подготовка проведена? Идея этого международного проекта возникла у российских дизайнеров, в частности у Сергея Серова, который предложил художникам, дизайнерам, плакетистам со всего мира выразить свое отношение к очень серьезной дате, которую в этом году, мы знаем, 100-летие Октябрьской революции. Значит, тема была задана только двумя датами, 1917-2017, и поставлено условие использовать только три цвета. Всего около 500 человек участвовали в этом проекте. Отобрано было 100 плакатов, которые путешествуют по России, и в том числе и по миру. Ирина, помогите мне разобраться и прочитать некоторые плакаты. Вот, например, что хотели нам авторы сказать здесь? Дмитрий Захаров. Это работа российского дизайнера. Но вот на самом деле мне тоже очень нравится этот плакат, потому что вот буквально в трех символах для меня лично я трактую так. Я увидела здесь окно дворца. То есть мы понимаем это в первую очередь как... Символ царизма. Символ, да, царской империи, российской. Выстрел в виде красной звезды. То есть то, что на смену приходит одному строю, приходит строй следующий. Вот я думаю, что это один из плакатов, который минимально несет такие вот эмоции тяжелые. Хотя при всем при том, четко понимаешь, это выстрел. Выстрел в историю через окно царского дворца. Знаете, у меня здесь появилась еще одна ассоциация. Петр Первый прорубал окно в Европу. Здесь тоже окно, но оно выбито. Не прорублено, а выбито. Не знаю, права, не права, но вот у меня этот плакат вызвал такую эмоцию. Ну, это искусство. У каждого человека оно вызывает, во-первых, свои мысли, свои эмоции. И даже для меня лично, я вот уже сколько сталкивалась, в том числе и на этой выставке, что на самом деле каждый человек трактует плакат в силу своих знаний. Что еще, о каком плакате вы мне хотите отдельно рассказать? Отдельно? Ну, вот здесь для себя я даже заметила, насколько мы говорим про события 100-летней давности, вековой. Но если мы перенесем эти даты на бумагу, да, в размер какого-то определенного размера поля, и удивительный факт, это оказывается так немного. То есть мы вроде 100 лет назад, это так давно. На самом деле, вот они буквально умещаются в плакат размером 70 на метр. Что здесь обращает на себя внимание, это село человека. Вот я даже сразу могу сказать, что не обратила на это внимание, у меня так мысль не пошла. Но вот один из зрителей акцентировал внимание на том, что голова-то небольшая у человека. То есть при всем при том, небольшая голова, четкие ассоциации, значит, слабоумно. Не думали, да, ну, может быть так тактично отсутствовал мыслительный процесс, хотя все-таки надо просто думать, надо думать, и чтобы, опять же говорю, чтобы не повторять. Ирина, спасибо вам большое, что вы привезли в Бийск эту выставку. Я считаю, что она будет очень интересна всем поколениям бийчан. Молодежь сможет поднатаскать свои знания по истории или, наоборот, проверить их. А люди старшего поколения найдут в этих плакатах отражение жизни своей семьи. Все на выставку? Что могу еще сказать? Я в Бийске. Субтитры подогнал «Симон»